Представляем Евангельское христианство Радиопередача Евангельских христиан Слова надежды О странник небу ты на пути Глаз не своди с Иисуса Рукой любви будет Он вести Глаз не своди с Иисуса Глаз не своди с Иисуса Глаз не своди с Иисуса Ночью и днем будет Он вождем Глаз не своди с Иисуса Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом И Слово Божие Посланник евреям 13 глава и 5 стих мы читаем Ибо Сам сказал Не оставлю тебя и не покину тебя Слово Божие содержит в себе очень много божественных обетований Богатство Божьей благодати безмирно и безгранично Всякий, кто желает, может прийти и взять чудные обетования Предназначенные для нас Наша жизнь без упования на Бога и Его обетования Была бы очень скудной и бесцельной Бог безграничный в своей мудрости и сочувствии Безграничный и в своей силе И так как Он знает и сочувствует нам в трудностях наших Он всегда готов помочь нам В чем и заверяет нас в своих обетованиях Внимательно читая Слово Божие Мы в этом убеждаемся Возможно, что самым большим обетованием, которым мы пользуемся Когда приходим ко Христу за прощением наших грехов Является обетование, находящееся в нашем тексте Не оставлю тебя и не покину тебя Так заверяет нас Спаситель Когда мы вполне доверяем Ему Может ли что иное сравниться с этим благословением и даром Божьей благодати? Может ли что иное дать более полный мир и покой нашему сердцу Чем сознание и уверенность Что Иисус Христос, Сын Божий Никогда не забудет и не оставит нас? Какое счастье и утещение в этом обетовании? Прежде всего, рассмотрим подлинность этого обетования Люди между собой очень часто дают друг другу слово И делают договоры И затем не выполняют их История полна подобными случаями нарушения договора Представьте себе Сколько людей в наше время нарушают супружеский договор В результате чего страдают родители и дети Сколько нарушений данного слова пред Богом И в жизни христианской, когда люди изменяют Господу Как часто народ народу, страна стране изменяет Нарушает слово и ввергает народ в бездну войны и страданий Но перед нами обетование, которое говорит Не оставлю тебя и не покину тебя Мы с уверенностью говорим, что это обетование для тебя, дорогой слушатель В его подлинности нельзя сомневаться Потому что эти слова сказаны самым Богом Почему мы знаем, что слова эти сказал Бог? Потому что находим их на страницах священного писания Обетование это было дано еще в древности народу израильскому Затем верующим в Новом Завете В Ветхом Завете обетование это было дано при следующих обстоятельствах Моисей заканчивал свое служение народу израильскому И передал дальнейшее руководство народу своему заместителю Иисусу Новину В обязанность, которого входило вести народ в обетованную землю Обязанность эта была весьма трудной Иисус Новин знал отношение народа к Моисею и к самому Богу Весь народ был в страхе и боялся языческих народов, населяющих Ханаан Сам Иисус Новин был в страхе и в опасении за свою способность вести народ Божий В это самое время, время трудное в жизни Иисуса Новина и Израиля Явился Господь и дал это заверяющее обетование Не оставлю тебя и не покину тебя Обетование это так верно, как верен сам Бог На Слово Бога можно положиться и вполне довериться Господь не нарушил ни одно из Своих обетований Он сказал, что небо и земля пройдут Но Слово Мое, Слово Его не пройдет То есть не изменится Это заверение Божьей заботы о тебе, дорогой друг Относится к тебе в данный час Вот в всех твоих нуждах и переживаниях Если тебя постигли неудачи, скорби Измена со стороны людей, которых ты считал близкими и верными Господь хочет заверить тебя своей верности Не оставлю тебя и не покину тебя Прими это заверяющее Слово Господне и доверься Ему Если тебя удручают прошлые грехи и преступления Отнимая мир и покой твоей души Подвергая сомнение силу очистительной крови Христа Христос находится вблизи тебя И заверяя тебя в Его силе Очистить и спасти твою душу от сомнений Какое счастье быть уверным в Иисуса Христа И Его чудных обетованиях Во-первых, мы наблюдаем в этих коротких словах Обетование проявления Божьего милосердия Обетование это состоит из двух частей Заботы Божьей о нас И проявления Его милосердия к нам людям Бог говорит в словах Не оставлю тебя и не покину тебя Что Его рука будет защищать нас И поддерживать на пути нашего земного странствования Как Он поддерживал Свой народ Израиля в древности Слова эти преисполнены Божьего милосердия и любви Своё милосердие Бог проявляет к нам Когда мы приходим к Нему И с верой принимаем Его обетования Кто может измерить глубину такой Божьей милости И любви Бога к человеку Довираешь ли ты, дорогой слушатель, Слову Божию? Бог обещает сделать нам больше, чем мы заслуживаем у Него Мы Его оставили И грехи наши разделили нас Богом Всё же Он по великому Своему милосердию Нас не оставил Но послал в мир Сына Своего для нашего спасения Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий, верующий в Него, не погиб Но имел жизнь вечную Вместо воздаяния за грехи наши Бог оказал нам Свою милость Как добр Господь И как велико Его человеколюбие Не оставлю тебя И не покину тебя Почему Бог дал нам, грешным людям, такое обетование? Самым ясным ответом на этот вопрос является Голговский крест, на котором был распят Сын Божий Евангелие всегда ведет нас Ко Кресту Христа Здесь, на кресте, мы видим ужас Человеческого греха и преступления И величие Бога, проявленное в любви и милосердии К грешному человеку Здесь, на кресте, Сын Божий принял все наши грехи Он грехи наши сам вознес телом своим на древо Говорит апостол Петр в своем первом послании Он выдержал весь гнев Божий, направленный против греха Но выраженный в страданиях Христа на кресте Он был оставлен Богом Когда вас опил на кресте Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? А теперь тебе и мне Он говорит своим божественным словом Не оставлю тебя и не покину тебя Сын Божий понес все поругание греха за тебя Дорогой радиослушатель Если ты не веришь в Господа Иисуса Христа Как твоего личного Спасителя Сегодня это слово обетование Божие Имеет для тебя особое значение Господь зовет тебя довериться Ему Он хочет, чтобы ты испытал радость спасения Которым Бог награждает всех верующих в Него Если ты устал на жизненном пути В неравной и тяжелой борьбе с грехом Он хочет заверить тебя своим обетованием Что Он тебя не оставит Обратись лишь к Нему В искренней и сердечной молитве Как мы читаем в Прочестве Иеремии 29 глава Возовите ко мне И пойдете И помолитесь мне И я услышу вас Говорит Господь в Слове Своем Также 2 послание Коринфянам 6 глава Вот теперь время благоприятное Вот теперь день спасения Весьма опасно думать Что Бог не знает И не заинтересован проблемами в твоей жизни Что Он безучастный наблюдатель твоих переживаний Нет Он сочувствует твоему гору Псалмопевец Давид говорит Что Бог для нас защита И скорый помощник в бедах наших С другой стороны Весьма неразумно Упывать на свои силы, способности и другие средства Опасно пренебрегать предлагаемой благодатью Божией Для нашей помощи и спасения души Итак, скажем Господу Словами одного евангельского гимна Возьми меня за руки И впереди по жизненной долине Господь веди Не мог бы я тропою твоей идти Но если ты со мною Я тверд в пути Да поможет нам Господь Довериться словам Его чудного обетования Не оставлю тебя Аминь Глаз не своди с Иисуса Глаз не своди с Иисуса Ночью и днем будет Он вождем Глаз не своди с Иисуса Дорогие друзья Желающие получить бесплатно духовную литературу Пожалуйста, пишите на имя Иван Михайлович Сергей Почтовый Ашчик 180 Хельсинки 93, Финляндия Мы желаем получать ваши отзывы О этой радиопередаче Просим, пишите Да пребудет мир Божий с вами нынне и вовеки Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»